Большое спасибо за представление. С добрым утром. Меня зовут Кави Хранчбар. И в ходе данной презентации я вас объясню о технических услугах, которые предоставляет Ripe NCC, в основном глобальные услуги, которые доступны для всех, не только для членов Ripe NCC. Во всех этих случаях у членов организации, конечно же, имеются определенные преимущества. Соответственно, я пройду Ripe Atlas, Key Road Expansion и так далее. Это обзор высокого уровня. Однако, если у вас будут дополнительные вопросы, я буду очень рад дать дополнительное объяснение в ходе презентации. Давайте начнем с Ripe Atlas. Вы уже достаточно много слышали о Ripe Atlas. В ходе вчерашнего дня утренняя сессия – это крупная сеть из проведения измерений, порядка 8300 активных зондов в любой отдельный взятый момент времени. По большому счету, можете использовать эту сеть для того, чтобы измерить, получать данные из любых из этих зондов, информацию получать с разных группах планеты. У нас также порядка 130 активных Ripe Atlas с Анкорой и Кореей. Это более стабильные машины, разработанные для дата-центров. Важный аспект Ripe Atlas заключается в том, что вся история сохранится в процессе. Поэтому, когда проводите измерения, они находятся в системе, и вы, и другие могут получить с ним измерения. Вся история без какой-либо агрегации и агрегирования доступна. То есть, вы можете получить информацию, что три года назад пинг был именно такой, средний, какой был максимальный и так далее. Буквально в прошлом году 79 миллиардов измерений провели, некоторые из них проводятся нами, другие автоматические системы, и большое количество из них, конечно же, делаются конечными пользователями системы. Мы проводим, по состоянию, на прошлый месяц мы проводим пять различных измерений, PIN, TRACE, ROOT, DNS, SSL, а также активные измерения. Мы работаем на HTTP, HTTPS измерения, по этому поводу будет определенная статья в Ripe Labs, мы будем рассказать о том, как к этому подходим, об состоянии прошлого месяца. Также и дата стриминг – это данные практически реального времени, когда вы начинаете проводить измерения, или кто-то начал других, вы можете в реальном времени получать данные, которые входят в систему. Также мы работаем с открытыми API и различные инструменты для того, чтобы разрабатывать поверх атласа, делать соответствующую констомизацию, активное участие сообщества. Если вы пойдете на Ripe Atlas Gate Hub, вы увидите большое количество раций, нации, работающие около двух месяцев назад, проводили хакатон, активные проекты по всему миру, где мы находимся. Представлено общее количество зондов, а красные – это те, которые не были активны в тот момент, когда мы собирали соответствующую статистику. Ну а вот карта якорных точек Ripe Atlas по этому поводу. Вчера также задавали вопрос. Очень здорово, если вы являетесь хостом для якоря. Но если бы, по большому счету, посмотреть, в восточной части России практически якори нет. Наличие их дает значимое преимущество поверх технических, которые были вчера объяснены. Также и логистически, и стратегически имеются, когда вы размещаете якорный узел. Большое количество данных становится доступно для третьих сторон, и они могут использовать это либо для того, чтобы планировать расширение, либо для того, чтобы обратить внимание на то, что, смотрите, здесь есть возможность добавить, пропускать, возможности соединения, например, на канал. Например, мы обратились к Википедии для того, чтобы помочь им расположить их в север. Я имею в виду фонд Викимедиа, который управляет Википедией для того, чтобы как организовать маршрутизацию ее. Если бы, например, на востоке России был бы якорный узел, конечно же, мы бы рассмотрели. Я бы просто пример для того, чтобы рассмотреть там оборудование. Ну и замечательно это происходит. Совместно работают с различными провайдерами. Поэтому, когда вы работаете в центральной, если вы работаете в центральной и восточной части России, я очень рекомендую, если у вас имеется центр обработки данных, дата-центр, пожалуйста, пообщайтесь с нами, вводите с нами в контакт. Мы постараемся помочь вам организовать у вас якорь. Говоря об Атлас, план у нас в этом году дойти 10 тысяч активных зон в этом году. Это для того, чтобы предоставлять стратегически релевантный образец ситуации в интернете. На данный момент покрываем порядка 5 с небольшим IPv4 в версии 6 и около 6 с небольшим IPv4. Очень надеемся достичь 10% в этом году. Однако с помощью этих 10 тысяч зондов, это опять-таки зависит от... Мы также работаем на одном поколении соответствующих зондовых центров. Но с одной стороны это затрата, с другой стороны мощность, вопросы импортирования, вопросы глобальные. Соответственно, нам необходимо это использовать по всему миру. Однако один важный момент, по поводу которого мы приняли решение на основании обратных связей пользователей, мы намерены переходить к измерению Wi-Fi в определении наличия Wi-Fi сети. То есть это будет соответствующая опция, это не будет сканирование Wi-Fi полностью. Но если люди подключают, тогда она будет сканировать наличие Wi-Fi сетей для того, чтобы получать информацию, что доступно. А также попытка входа, если соответствующие авторизации дают. Потому что некоторые провайдеры синхронизируют систему авторизации или в стране или в регионе. Посредством этого можно так иначе протестировать, насколько хороших работа эти с точки зрения бюджетирования. Поскольку Ripe Atlas это был проект, который начался с поддержкой членов Ripe NCC. Мы однако намерены сделать так, чтобы проект достиг самостоятельной финансовой устойчивости. В ходе относительного бюджета на следующий год у нас уменьшение на 20%. И тот же тренд будет продолжаться в течение последующих двух лет. По большему счету мы снижаем, стараемся сделать так, чтобы мы смогли расширять проект. Мы не будем уменьшать его масштабы, но так или иначе мы ищем другие источники финансирования. Вот уже с прошлого года никаких дополнительных зондов мы не покупали на деньги, которые получаем от членства. Только посредством финансирования, которое получили от сторонних заинтересованных организаций. Мы также будем продолжать и в этом году. И работаем для того, чтобы привлекать больше финансирования сторонних организаций, которые заинтересованы сотрудничать с нами. Также работаем над тем, чтобы получать более высокую операционную эффективность в реализации. Относительно этого я перейду к проекту расширения Keyroot. Вот у нас 12 операторов, которые имеют соответствующую РУТ-систему, 13 соответствующих образов однокладной организации. Просто два инстанса. Из этих 12 только три находятся за пределами Соединенных Штатов Америки. Или, по-другому правильно сказать, подконтрольные организации, которые не базируются в Соединенных Штатах Америки. Это ННРУТ. Мы являемся также одним из спонсоров этой встречи. Два европейца, две европейские организации и один проект в Японии. Мы также хотим расширять свое присутствие, особенно в нашем сервисном регионе. Исторически у нас были пять ключевых узлов. Майами, Амстердам, Франкфурт, Токио, Лондон. А эти узлы – это крупные машины, более двух рэков, два маршрутизатора, три сервера. Однако у нас также имеются так называемые локальные узлы, один, например, в России. У нас, тем не менее, и там также достаточно много маршрутизатора, переключателей, оборудований. Просто это не столь глобально. Конечно же, управление всем этим требует немало работы. У нас достаточно много оборудования, работы с различными организациями, а также управление пирингом. Поэтому нам необходимо найти более новую модель, которая позволит нам более эффективно расширять этого и финансово, и в вопросах ресурсов с нашей стороны, а также для людей, которые будут заинтересованы быть хостами. Вот эта карта, где расположены соответствующие кей-руты. В рамках новой модели мы, по большому счету, находим одно общее пакетное решение оборудования E-DEL, на котором все делается, машина сама работает с маршрутизатором, говорит на DTP и управляет системой DNS. Достаточно легко организовать, и мы организуем пиринг только с организациями, которые будут являться хостами для соответствующего образа. Инстанс, соответственно, меньше будет нагрузки на управление пирингом. Пирингом более полностью автоматизован после установки работы автоматически посредством тех скриптов, которые у нас имеются. Все, что делается, делается все эти. Мы рассмотрим разные реальные ситуации. В большинстве центральной и северной Африки дата-центры имеются, которые даже не имеют электричества в течение всей недели, говоря уж о бэкапе и так далее. В случае этой системы, если система вдруг теряет работу, соответственно, автоматически переключается на другой узел, соответственно, пользователи этого даже не замечают. Это, соответственно, позволяет нам более легко и более надежно расширять свою сеть. Соответственно, если вы управляете сетью в России, особенно, опять-таки, в центральной и восточной части России, пожалуйста, войдите с нами в контакт. Мы очень рады поработать с вами для того, чтобы вы стали хостами для, соответственно, кей-рут образов. Мы очень-очень хотели бы, чтобы у нас таких было больше. Я могу... Там есть выгоды как для организации хоста, так и для нас. Соответственно, если для вас так или иначе это интересно, пожалуйста, дайте нам знать. Вдобавок к управлению кей-рут, мы также предоставляем и другие дина-сервисы. Мы являемся авторизованным дина-сервисом для зоны Риверс в регионе РАЙП. Вот все адреса РАЙП, IP версия 4.6. Мы также предоставляем вторичные сервисы. Сервисы 77 ЦЦТЛД, в основном в нашем регионе, работают на верхнем домине верхнего уровня. Если есть желание и бэкап организовать, либо второго уровня, мы тоже готовы для них это делать. И вопрос к управлению всех этих услуг. У нас есть один аспект работы, когда мы управляем соответствующие зоны, поддерживаем их в нужном состоянии. Мы работаем на третьем сайтом поддержки, который будет активен в июле. Те люди, которые заинтересованы организовать хост Риверс на своем оборудовании. Однако, если вы являетесь одним из таких, мы предлагаем, просим вас опять войти в контакт, проверить информацию по рабочей группе DNS. Там есть определенный апдейт, информация необходима сделала, определенные изменения. Однако, это сделает более надежные системы. И соответствующие системы представляют из трех соответствующих мест. Амстердам, Франкфурт и Стокгольм. Мы также рассматриваем возможность в будущем расширять это дальше. Довольно интересная вещь относительно нового Keyroot и существующих сервисов DNS, которым мы представляем, мы используем три разных неймсервер-установок. По большому счету, рандомизированно вы подключаете, обращаетесь к одному, но вы можете получить обслуживание либо одним или другим, в зависимости от того, в которой зоне вы говорите и в каком образу вы обращаетесь. Мы также это сделали для нового Key. Мы являемся единственным, кто этим управляет и дает нам возможность, если с одним какие-то сложности безопасности возникают, мы можем его исключить из-за уравнения, перезапустить это оборудование в то же самое время. Вчера вы достаточно много слышали про RipeStat, достаточно ценный инструмент для диагностирования на ЛИЗО сети. Это представление их датов информации маршрутизации. Однако также ведется агрегирование маршрутизации, регистров и различных аспектов. Довольно интересная агрегация, которая особенно предоставлена в группах. На данный момент мы их представляем, такие группировки по типу АСН, странам. Именно хостов мы можете по странам. Мы работаем также для того, чтобы ввести другие регионы. Например, по регионам. Из России был запрос для того, чтобы посмотреть на уровень регионов России, областей. То же самое по Соединённым Штатам Америки. По штатам работаем. Мы также рассматриваем о других аспектах группирования. Ни более крупному региону, например, организации экономического развития и ОСР. И так далее. Также предоставляет уникальное агрегирование информации. В основном маршрутизация и сохраняет историю. Я, конечно же, покажу вам вскоре соответствующий образец. Мы также предоставляем услуги, основанные на Ripe Atlas, на соответствующий глобальный сервис мониторинга сети. На Ripe Atlas очень хороший, большой, предоставляю вас использовать, потому что когда вы проводите мониторинг из вашей сети в другие уголки мира, в другие места, здесь же вы способны мониторить свою сеть и извне, со всего мира. И, соответственно, если возникают какие-то вопросы о подключении к вашей сети из Китая или из Бразилии, вы тут же можете, соответственно, получить информацию, какую бы мониторинговую систему они использовали. Ну а также мы имеем DNS MON, широко используемую систему TLDM операторов. Ну вот, например, данные по стране с россия.домин.ру. Вот справа IPv4 ресурсы, используемые в России или, по большому счету, зарегистрированные в России. И, как вы можете видеть, если здесь можно прочитать, порядка 7000 ресурсов здесь в России имеется. Вы можете получить полный список, права вводить по ним различный поиск, сортировать по разным опциям. Ну а вот здесь другой – это статистика по маршрутизации по стране, вы видите, с какой количеством IPv4 префиксов было объявлено постоянно вчера 23 с небольшим тысячи, сколько было объявлено из России. Вы также можете отсюда выводить данные. Например, вы видите, 7000 ресурсов зарегистрировано, 23 тысячи префиксов объявлено. Это значительно соотношение 3.1 между количеством регистрации и, соответственно, агрегированием для объявлений, что выше, чем глобальное среднее 2.6, а в Соединенных Штатах Америки 2.1. Интересно понять, почему. Это работа в исследовательской команде, и то ли это одно из событий, то ли это утечка BGP и ЛИКС, или разработка определенных политик, или события, такие как World Cup, или землетрясение. Мы смотрим, каким образом они влияют на интернет, и каким образом они используются на то, как используют конечные пользователи услуги. И более интересно мы занимаем, мы публикуем отчеты в прошлом месяце, например, по поводу трансфера IP за последние 2 года. И мы также работаем очень близко вместе с исследователями по всему миру, время от времени, над какими-то специфическими проектами, или помогаем, если так, если необходимо. В настоящее время мы работаем с Джордж Малкес, с компанией Апенник, для того, чтобы провести определенные исследования, и смотрим, что мы можем сделать, где у нас сверху для сотрудничества. Вот, собственно говоря, и все по поводу моей презентации. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рад ответить вам на все. Рэп НСС переделал свой веб-сайт недавно, и большое количество людей, в общем-то, были смущены этим фактом, запутались в этом. Да, конечно, мы можем посмотреть, что вы делаете сейчас и без регистрации, без объектирования. Может быть, вы можете сказать что-нибудь нам о преимуществах нового дизайна и дальнейших планах на разработку? Два момента. Во-первых, спасибо за вопрос. Да, была презентация на Ripe Meeting, и она есть в архивах. Там есть несколько вопросов, касающихся этого. То есть вы просто посмотрите в архивы, там нет ответа. Но в основном дизайн, это был достаточно большой процесс для того, чтобы выйти с новым дизайном. Мы тестировали много чего, IP-тестинг проводили. И на основе этого мы вышли с этим дизайном. Вы можете... Только проблема, которая у нас была, у нас большое количество документов на этом веб-сайте. Мы хотим всех их сохранить. Там порядка 10 тысяч единиц документов, которые там находятся, и они должны быть сохранены. И это делает очень сложным поиск необходимой информации. Поэтому нам нужно было найти решение этой проблемы. Другой вопрос, это то, что мы смотрим на статистику и то, каким образом юзеры навигиры ходят по нашему сайте, и мы видим большой потенциал для улучшений. Мы также поняли, моя личная точка зрения, надо было это сделать, потому что были публикации месяц-три месяца назад. У нас было предварительное тестирование, сник-превью сделали. И там есть больше преимущества. Я вам просто одно скажу, преимущество, которое есть, и мы большое количество групп уже отметили. Это когда вы смотрите на политики на нашей, на правой стороне сайте, вы смотрите и мидии, сразу же немедленно можете сравнить. Последние ревизии, которые мы проводили, и старые, то, что было, там сравнили. Это очень полезно. Вы можете немедленно увидеть изменения наших политик. Первое. Это только одно. И дальше улучшены многие другие функции. Раньше, например, было невозможно и мне тоже самое найти что-то по старым каким-то материалам. Новый механизм поиска, очень эффективный. И есть также очень полезная опция по умолчанию архивных документов, которые вы можете там галочку поставить в определенном окошечке. И значительно упрощается поиск. Но ко всему новому надо приспосабливаться. У меня свои проблемы есть к приспосаблению к новому. Но через несколько дней я абсолютно комфортно себя чувствую с этим новым сайтом. Это старая модель уже была 10 лет у нас с нами. 8 лет, но все равно уже устарела. Поэтому сейчас более удобно на мобильных устройствах, телефонах мобильных использовать наш веб-сайт. И на мобильных устройствах легче организовать поиск. Большое спасибо. У меня есть вопрос. Мы уже 5 лет Тенсенок работаем, а веб-сайт-то и нет. Не могли бы Райп НСС улучшить наш веб-сайт? Есть ли какие-то планы с этим связанные? Ну, прежде всего, я не эксперт в этой области, но я уверен, что мы... Не-не-не, вот-то у нас, соответственно, здесь есть этот парень. Но вы бы очень были рады помочь вам, конечно. Да, в качестве основной политики мы поддерживаем. У вас отличная предыстория. Вы успешно работаете. Мы, конечно же, хотели бы попытаться помочь вам. И если мы сможем помочь вам, и есть такая возможность, мы с удовольствием это сделаем. Если вы чувствуете, что мы не очень активно работаем с этим проектом, просто скажите нам, мы поправимся. И для этого, и по поводу веб-сайта, если у вас есть какие-то вопросы, предложения по поводу нашего веб-сайта, мы обязательно примем их к вниманию, потому что по веб-сайту вы должны иметь обратную связь. И у нас там есть настройки по умолчанию. Вы должны выйти на сам сайт такой, чему там приспособиться. У нас происходит A-B-тестирование сейчас, и люди, некоторые используют другие методы поиска. И мы смотрим на результаты методов поиска. Но все зависит, конечно, от фидбэка, от обратной связи. Он очень полезен для нас, и вы можете поговорить с любым нашим представителем, и мы вам поможем. Позвольте мне добавить еще одну вещь, мне кажется, со всеми характеристиками, которые у вас есть. Не просто навигация, но и поиск. Может быть, должны какие-нибудь попапы там быть, всплывающие подсказки. Это новое, что изменилось. Поэтому, когда люди смотрят на страницу первый раз, или первую страницу, это то, каким образом, какое-то пояснение, каким образом работает новый поиск, или что вам надо сделать, чтобы люди представляли. Поэтому, в любом случае, большое спасибо. Пожалуйста. Окей. We're done with questions. Thank you. Thank you very much. No, no questions. All right. Продолжение следует...